Как нам рассказал представитель компании Samsung Это один из бюджетных ноутбуков, которые вообще можно взять, но при этом переоцененность есть Долларов так в 300 Вот так выглядит самый бюджетный игровой ноутбук от Asus Как по мне отлично Но это только субъективное мнение Цена в американских интернет-магазинах этого ноутбука в топовой комплектации 1000 долларов У нас это конечно превратилось в 1500-1700 долларов Но мне все равно стало интересно, а насколько целесообразно покупать такие бюджетные игровые ноутбуки Не проще ли собрать себе стационар с тем же самым железом Давайте мы сейчас это проверим Так вот, конфигурация моего ноутбука немножко не такая, как я сейчас показываю на сайте Мне было интересно сравнить по цене, по производительности, что можно сделать из железа Вот наш ноутбук стоит 45000 гривен, это примерно 1700 долларов И это самая топовая модификация, которую сейчас можно достать Это на 6-ядерном 12-поточном Core i7 На Full HD матрице с IPS, кстати, матрицей 1050 Ti и 16 гигабайт DDR4 оперативной памяти с SSD-шником и жестким диском на терабайт Так вот, я попытался все то же самое собрать в отдельный стационар И получается следующее 1050 Ti, 16 гигабайт, 8700K, материнская плата, корпус, вот это вот все Блок питания, SSD-шник, все то же самое одинаковое Но монитор взял на 24 дюйма, потому что все-таки это стационар И клавиатуру полноразмерную, но мембранную, чтобы была похожа на ноутбучную К сожалению, без мышки, без наушников тут можно добавить, будет еще суммарно 3000 гривен налетит Так вот, все то же самое у меня получается Вместо 45000 гривен, 35000 гривен Разница примерно в 400 долларов За эти 400 долларов в пару к 8700K можно ставить не 1050 Ti, которая абсолютно бессмысленно с таким процессором А можно поставить 1070 А это уже очень вкусно Вот и разница между этим ноутбуком и стационаром с таким же железом Но за значительно меньшее деньги Вы выбираете либо сэкономить, либо купить себе что-то производительнее Если кому-то интересна вот эта сборка, которая у меня сейчас на фоне, я оставлю ее в описании этого видео Я не говорю, что там абсолютно все идеально и так и стоит оставлять Некоторые вещи я бы все-таки изменил Я ее собрал на скорую руку чисто для того, чтобы сравнить из самых простых комплектующих Если добавить немного денег, то можно взять значительно более надежные вещи Продолжим вопрос с ценой ноутбука Я захожу на Амазон, выбираю вот эту самую топовую комплектацию А она на Амазоне стоит 1000 долларов И я вот задаюсь вопросом, каким образом получается разница Даже с учетом всех налогов между 1000 долларов и 1700 долларами, которые получаются у нас Я зашел немножко дальше и посмотрел, сколько этот ноутбук вот именно в такой комплектации В топовой стоит в соседней стране Снова-таки с учетом всех налогов там стоимость 1300 долларов Не 1700 Я правда не понимаю вот этого ценообразования Я бы посоветовал этот ноутбук абсолютно всем Потому что он действительно очень качественно сделанный В нем ничего не раздражает Все супер, дисплей здесь просто крышесносный Я чуть попозже расскажу о нем Но вот вопрос с ценой меня на самом деле очень сильно беспокоит И я нашел все-таки буквально один вариант этого ноутбука Который вполне неплохой и по производительности Там сбалансировано относительно процессора и видеокарты И при этом цена нормальная, на которую ты можешь нормально пойти Будучи во вменяемом здравом уме Вот, вот эта вот модификация Здесь стоит Core i5 процессор 8300H С высокой частотой 4 ядра, 8 потоков Чего уже с головой хватает для игр Здесь стоит 1050 Ti Здесь стоит 12 гигабайт оперативной памяти Только жесткий диск, конечно Но зато цена ноутбука уже не 45, а 34 тысячи гривен А это огромная разница Вот эту модель, кстати, я вам оставлю ссылку в описании По правде говоря, играть можно даже на самой доступной версии этого ноутбука Который есть у нас Он стоит порядка... А, че я буду думать Он стоит ровно 1000 долларов Самая доступная версия ноутбука Это будет на Core i5, 1050, 8 гиг оперативной памяти Full HD монитор TN, прямо как у меня она шикарная Но у меня сейчас железка немножко другая Здесь скорая 7, здесь 1050 нити Айка И 16 гигабайт оперативной памяти Ух ты! Записывай, записывай, записывай! Диана, записывай! Видишь это? Это что-то произошло неладное Мы захватили цель Мусорока Ого! Так, только что было что-то просто сумасшедше странное А на ультра настройках машина начала просто тухнуть Артефакты по всему экрану как будто бы, я не знаю Как будто бы чип графический отваливается Поэтому я очень сильно испугался Перезапустил машину Слава богу, работает все хорошо Я не знаю, почему это было Но это было, вы сейчас видите, как это происходит Короче, сейчас у меня обычные высокие настройки Не ультра И у меня в среднем получается Ну вот в районе 48-50 фпс Это то, что показывает мне фпс-монитор в реальном времени Хотя средний вот здесь вот показатель стоит на 49-50 фпс Все то же самое Это, повторюсь, высокие настройки графики и Full HD разрешение В Rainbow Sixthitch я, как всегда, все выкрутил тоже на самые максимальные настройки На автоматические Хотя на таких тоже играть не очень правильно Потому что нагрузка на систему слишком большая Графики вы от этого не получаете У меня получается в среднем 67 фпс Да, я уже от KISS Я сейчас просматриваю, как играют другие Но сути не меняет Нагрузка тоже самая Игра от первого лица 66-67 фпс На самых высоких настройках Учитывая, что монитор в ноутбуке может быть на 120 герц То имеет смысл опустить настройки до примерно средних И иметь потрясающий фпс И частоту кадров Ну, это и есть одно И тоже, да 7-летний Skyrim На самых высоких настройках На самой слабой игровой видеокарте Которую можно только придумать для вообще игр Это 1050 104 фпс в среднем Это мой любимый Skyrim Прикиньте, а ведь ему уже реально 7 лет Сколько раз его перевыпускали Со всякими настройками для VR и прочей фигни По факту эта игра ничем не улучшалась Кроме каких-то мелких улучшений в плане графики А здесь все выкручено на самый максимум Даже самые высокие сглаживания стоят Хотя обычно они незаметны Что ты поставишь 4-кратное сглаживание Что ты поставишь 8-кратное сглаживание Зато видеокарта, конечно, греется все равно хорошо PUBG, к сожалению, протестировать не получилось Потому что почему-то сервера PUBG просто лежат Вроде бы и приложение обновилось два раза Прям за сегодня Но все равно еще ничего не заработало Мне даже в стиме ребята писали Руди, не пытайся Извините, тестов PUBG не будет, как я обещал этого раньше С помощью синтетики можете сравнить этот ноутбук По производительности с любым другим Это 3DMark Fire Strike 5420 баллов Корпус у ноутбука полностью пластиковый Сделано это только с экономией Нет CD-привода и это даже хорошо Потому что ноутбук стал легче Всего лишь 2,5 килограмма Сборка мне нравится Клавиатура, конечно, немножко прогибается Как у любого нормального ноутбука Но круто то, что все разъемы вынесли Только на левую панель А справа, где вы крутите мышкой Ничего мешать не будет Пластик здесь слегка маркий Но он очень быстро очищается И проблем с этим никаких Рамки у дисплея, конечно, огромные Уже сейчас есть игровые ноутбуки С значительно меньшими рамками Но меня, честно говоря, это не так сильно раздражает Больше скажу, когда привезли к нам этот ноут Мы все здесь хором охренели От качества картинки этого дисплея Да, у меня в ноутбуке стоит Тиан-матрица Хотя мы все подумали, это IPS Как нам рассказывал представитель компании Асус Этот ноутбук задерживался с выходом только по одной причине Была новая Тиан-матрица Нового поколения, которое невероятное по контрасту Очень глубокий темный цвет Без пересветов подсветки И при этом все стоит так же, как предыдущее поколение Но при этом все можно сделать еще и 120-герцовую матрицу И да, ребят, в этом ноутбуке можно найти 120 Гц Темный цвет здесь по-настоящему темный При наклонении экрана, смещении куда-то в разные стороны У тебя качество картинки практически полностью не портится Клавиатура мембранная, хорошая, с красной подсветкой Но мне пришлось какое-то время к ней привыкать Я даже не смог сформулировать почему Скорее всего потому, что Shift здесь разделен со слэшем А клавиша Enter здесь короткая Но это дело на любителя Привыкнуть к этому можно было очень быстро Я это сделал за пару дней А, еще, очень странно стоят стрелки Да, к этому тоже пришлось немножко привыкать И к размеру 0 на нумпаде Вот почему перегрев у ноутбуков Battlefield 1 Всего лишь две теплотрубки, которые охлаждают и видеокарту И процессор одновременно Пусть две турбины стоят, но двух теплотрубок мало Охлаждение идет сразу дросселей и чипов памяти Наши видеокарты, а на процессоре стоит обычная медная пластина Которая передает тепло на теплотрубки Оперативная память здесь не распаянная Обе плашки можно заменить Это наши Самсунги М2 SSD тоже производство Самсунг Можно поставить какой-либо другой на выбор И жесткий диск на 2,5 дюйма Это Seagate В общем, делайте выводы сами Покупать такой ноутбук себе или нет Достаточно ли будет производительности Мое субъективное мнение Дури у этой машинки, конечно, достаточно для всех обычных игр Да, в том числе киберспортивных Если нет каких-то огромных запросов Но при этом всем главный недостаток ноутбука Все-таки имеет место быть Это его переоцененность Да, это самый доступный бюджетный игровой ноутбук Который можно купить от Asus Это один из бюджетных ноутбуков Который вообще можно взять Но при этом переоцененность есть Долларов так в 300 И даже с учетом всех налогов, которые в нашей стране Немножечко больше, чем соседствующих Я не понимаю, почему такие цены Я жду, когда цена на этот ноутбук Немножко упадет Тогда, конечно, это будет просто золото То, как Asus делают У них с качеством никогда проблем нету Будет все замечательно И вы будете ноутбуком счастливы Кстати, если вы не заметили Вот эта задняя крышка, она еще и с подсветкой Светится вот эта надпись Asus Еле заметно И светятся вот эти вот красные штуки Если покупать ноутбук в черном цвете Потому что есть полностью черный цвет Будет там это или нет Я уже, честно говоря, не знаю Я не видел Но зато этот в красном цвете Выглядит здорово Все актуальные цены Модификации этого ноутбука Можете посмотреть по ссылкам в описании Я все всегда там оставляю Там же еще есть сборка Который рассказывал в самом начале этого обзора Но сборка там не идеальная Говорю сразу Вы лучше просмотрите внимательно Доработайте Я ее собрал на скорую руку просто для того Чтобы сравнить по цене И по производительности И целесообразности с этим ноутбуком Меня зовут Руди Обязательно подпишитесь на канал Если этого еще не сделали И прожмите лайк А свое мнение про ноутбук Оставляем в комментариях Пока Это что-то произошло неладное Мы захватили цель Сорока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!